Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok новые какие-то вещи, не бойтесь рисковать, не бойтесь быть собой, просто реально с собой. С каким блюдом ты себя ассоциируешь? Я креветка стопудово. Я стопудовая креветка. Нет, просто обычная, вкусная королевская креветка. Ну, во-первых, потому что, знаешь, почему креветка? Потому что я могу складываться, как креветка, ну, выгибаться. Назови три твоих лучших. И худших качества. Так, начнем с плохого. Я бываю очень ленив. Ну, то есть лень это мое прям, прям вообще, это мой бич какой-то. Лень. Ну, вспыльчивый я, это плохо. И недоверчивый. Ну, то есть не сразу к себе людей подпускаю. Ну, наверное, это и хорошо, и плохо. Можно отнести это и к тому, и к тому. Хорошее свое качество. Ну, я добр с тем, кого я люблю. Мне кажется, даже чрезмерно, даже чересчур. Вот. Потом. Хорошее качество. Ну, я умею танцевать. Не могу сказать, что хорошо, но мне нравится. И какое еще у меня качество есть? Я не знаю, хорошее свое качество. Я же говорю, я разби***. Сейчас. Вообще, я добрый человек. Ну, такой прям. Добрый-добрый, просто мало кто об этом знает. И. Какие слова ты выучил на латышском за этот приезд? Я. И еще. Подождите, потанцуем. Как это начинается? По А. Все, я забыл. Напомню. Под Йосом. Под Йосом, вот. Под Йосом. И я. Ну, вот под Йосом я... Я просто очень хочу запомнить это слово. Не получается. Еще Пануфникс. Антонс Пануфникс. Специально для... Как твой канал называется? Анастасия Петухова. А ты почему-то не назовешь свой как-нибудь канал? Как-нибудь, там, каким-нибудь словом. Под Йосом. Ой, я думала, я думала. И это бесполезно. Ребята, давайте все в комментариях придумаем, Насте, прикольное название для канала. Чтобы это не выглядело как социальная сеть, а чтобы это было какое-то интересное слово. Клевое, молодежное, трендовое. Чтобы все хотели зайти на этот канал. Твоя любимая социальная сеть? Телеграмм. Если бы у тебя была возможность научиться чему угодно за полчаса, то что бы это было? Научиться? Это то, чему бы я хотел научиться? Хо! И на это бы у меня ушло полчаса, и я бы это умел делать. Управлять самолетом. Ну, если бы была такая возможность, как в «Матрице», да? Приходишь, и ты уже бах, и все умеешь делать. Наверное, управлять самолетом. Интересно. Да. Или же, например, уметь... Ну, я не знаю, как называются эти чуваки. Короче, когда ты спрыгиваешь со скалы и летишь, как белка летуня в такой штуке. Наверное, тоже хотел бы научиться так. Но я так никогда не буду учиться этого делать. Я ссыкуну. Я очень боюсь таких вещей. Какое твое любимое слово из четырех букв? Мама. Шнак. И шнак. Раз, два, три, семь. И шнак. На какой вопрос тебе бы хотелось ответить, но тебе его никогда не задают? Хо-хо-хоу. Наверное, такие вопросы не задают, потому что, ну, обычно люди на них не отвечают. Понимаешь? То есть ты мне сейчас сама предлагаешь сама себе задать каверзный вопрос, чтобы я на него точно так же ответил, да? Не обязательно каверзный вопрос. Что-то вот сидит у тебя в душе. Я хотел бы, чтобы меня спросили, а ты правда такой, как в телеке? Наверное, так. Ну, потому что я не такой. Немножко другой. Уже точно другой. Субтитры сделал DimaTorzok Вверх. Стой, 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 стой. Три, два, один. А сейчас я скажу пример про танец. Для того, чтобы разрывать танцполе, надо показывать что-то определенно крутое. То есть, либо это ваши данные, либо это ваша харизма, либо это ваш скилл. Не важно. Может быть, вообще все, три в одном, и это будет работа. Но, к сожалению, не всегда бывает такое, что три в одном бывает. Я считаю, что артистизм надо развивать. А чтобы он развивался вот в таких хотя бы тусах, да, вот пока сейчас, надо не стесняться быть с незнакомыми ни в одном зале, с неятосными, отдавать свою энергию. И когда вы почувствуете энергию другого человека, у вас прям, ну, я не знаю, у меня так включает, у меня просто переключает. У меня у него у нас. А-а-а, садово, давай! Мне очень понравилось давать мастер-классы в Риге. Здесь очень приятные ученики, ребята, которые учатся очень, ну, как сказать, очень культурные, очень внимательные. И немножко в них не хватает живчика. Вот. Поэтому я бы вам хотел посоветовать чуть-чуть раскрепоститься, ребята, и не стесняться своих танцевальных, ну, вообще, проявлений, потому что, ну, в танцах нужно быть посмелее, поактивнее, поярче. От вас должна идти какая-то энергетика и харизма. Ребят, не бойтесь посещать мастер-классы, ездить в разные города, страны, разные стили посещать, потому что это вас будет развивать как танцовщика. Это не только к начинающим танцорам относится, но и к профессиональным тоже. Поэтому я вам искренне желаю побед и хорошее настроение. Пока-пока. Раз, два, три. Заново. Всё? Ну, давай всё. Давай всё. Давай всё. Ну, давай. Всё. Всё так?